Еженедельный, извините, стрим на канале Андрея Пьянковской. Я выбрал сегодня такое название, вы видите, «Блеск и нищета саммита НАТО». Это отражает мои очень смешанные чувства по результатам этого саммита. Я бы разделил это так. На рациональном уровне, так сказать, левом полушарием головного мозга, я вижу результаты как весьма позитивные и приближающие нашу победу над врагом. Но правым своим полушарием, на эмоциональном уровне, я воспринимаю некие моменты очень болезненно, как незаслуженную Украиной обиду. И я думаю, эти чувства разделяются многими украинскими нашими слушателями и зрителями. Ну, начнем с позитивной стороны. В политической декларации НАТО снова в самых жестких формах осуждается российская агрессия. Ставится четко задача требования абсолютного полного вывода всех оккупационных войск с территории Украины. Декларируется поддержка Украины продолжение военной и экономической помощи для достижения победы. Еще более внушителен и вызывает горячее позитивное чувство документ Большой Семерки. Ну, по существу это то, о чем шла речь перед саммитом. Мы говорили о том, что Украине будет предоставлен статус, аналогичный вот американскому main non-nator ally. Главный союзник Соединенных Штатов, не член НАТО. Этот статус пользуются такие союзники Соединенных Штатов, как Израиль, Южная Корея, Тайвань, Япония. Но не это означает, что нет, не распространяется на этих союзников пятая статья НАТО. Американцы не берут на себя обязанность сражаться, воевать и умирать рядом с своими тайваньскими, израильскими и южнокорейскими союзниками на поле боя. Но они берут на себя обязательства системного, постоянного, долгосрочного снабжения военно-вооруженных сил этих государств новейшими технологическими оружиями по НАТОвским стандартам. В этом документе расписано очень подробно такого рода обязанности в отношении Украины. Это перечисляются те вооружения, которые будут передаваться Украине, включая вот и те спорные вещи, которые до последнего времени велись в дискуссии. Это и боеприпасы, в том числе кассетные, это и долгобойная ракета «Этакс», это и прямо специально указывается «Во Камбет», это «Ээ Камбет» истребители F-16. Кстати, одним из решений, ну как бы на полях саммита НАТО, это было создание авиационной коалиции. По примеру, помните, была создана танковая коалиция, очень долго как-то тормозилась, а мы потом подробно обсудим вопрос о том, кто в Соединенных Штатах все время тормозит эти новые технологические прорывы в оказании помощи Украине. Тормозилась с помощью передачи танков, потом была создана танковая коалиция. Авиационная коалиция 11 держав во главе с Данией Нидерландами и Румыния активные участники принимают. Там основные тренировочные будут центры по подготовке украинских пилотов. Ну что еще? Еще создан Совет Украины-НАТО. Это важная структура, то есть это постоянный рабочий орган, в котором могут решаться все вопросы, возникающие при реализации помощи Украине. Но вот все это, казалось бы, очень позитивное впечатление было испорчено. Но если хотите одной фразой в тексте натовского камеряке, той фразой, которая возмутила Зеленского, еще, по-моему, он был в Киеве или уже в дороге в Вильнюс, о так называемых условиях, conditions are made, что Украина будет принята в НАТО, когда она выполнит conditions are made. И недвусмысленно там было разжевано, что имеется в виду conditions – это некие внутриполитические условия, которые должны быть выполнены в Украине, достаточный уровень ее демократизации, контроля гражданских над военными, транспаратности экономики. Вот такие стандартные требования, которые обычно НАТО предъявляло таким молодым своим кандидатам. Ну, кстати, я тогда для полноты и объективности к разделу блеска и забавлю еще один пункт, что, по крайней мере, убрали промежуточный этап, такую так называемую программу членства кандидатского, в которой рассчитано на то, что в течение этой промежуточной программы будут и решены те вопросы, как бы недостаточные демократизации страны. Но, тем не менее, вот это слово «formal conditions are made» – оно осталось, и оно имеет очень длинную историю. Давайте, и почему это вызвало такое возмущение Зеленского, и какова была реакция на это возмущение уже внутри американской делегации. Вот это мы подробно обсудим. Сначала я хочу напомнить историю этого вопроса. Мы же знаем, что Украину не принимают в НАТО уже 15 лет. В 2008 году на Бухарестском саммите Украины и Грузии было как раз отказано вот в этом самом предварительном кандидатском стаже. Почему это делается? Ну, понятно, почему. Почему было принято, например, за прошедшие годы, вот с 2008 до 2023, несколько новых стран было принято в НАТО. Это замечательные страны, я ничего против них не имею. Это наши союзники. Черногория, Албания, Северная Македония. Ну вот, в отношении Северной Македонии, Черногории и Албании никаких претензий по вопросам демократизации, транспаратности экономики, свободы прессы не возникало. Ну и правильно, нет таких кардинальных проблем. Так же, как нет их в Украине. Нет их в Украине. И если говорить о старых членах НАТО, то гораздо больше претензий в этой сфере можно предъявить, например, таким заслуженным странам НАТО, как Турция и Венгрия. Но никто же этого не делает. Ясно, что причина-то была одна. Нигде, ни в Македонии, ни в Албании, и ни в Черногории российские войска не ожидались слишком далеко туда доходить, да, для Путина. А вот в Украине опасность такой интервенции, она была очевидной. Она, собственно, реализовалась сначала с аннексией Крыма в 2014 году, затем с захватом фактически и Донбасса и произглашением там марионетичной ОРДО. Так причина, почему Украина была отказана по-человечески, была очень понятна. Запад, американцы, они не хотели брать на себя обязанность отправлять своих солдат в Украину, чтобы там они сражались и умирали, останавливая путинскую агрессию наряду с украинскими солдатами. Ну, не готовы к этому были эти государства. И, в общем-то, украинское общество это понимало и не ждало быть с самого начала войны. Мы не ждем здесь американской дивизии, мы ждем максимальной американской военно-технической помощи. Никто и не ожидал перед саммитом таких результатов. Но дело-то в том, что американцы никогда-то и Запад, и не в 8-м, не в 12-м, не в 15-м, не в 20-м, не в 23-м, Запад никогда не говорил, что мы не принимаем Украину, потому что мы побаиваемся русских. Нет, он как бы стеснялся говорить эту очевидную правду, и поэтому выдумывал вот эти условия кондишн, что не потому мы Украину не принимаем, что мы не боимся никак этих русских, нам эти русские. А вот они демократически не вышли для наших высоких стандартов. У них там небольшие недостатки по этим вопросам. Вот когда они преодолеют эти недостатки, тогда мы и примем. Ну, такой подход был всегда оскорбительный, ну, помимо того, что он просто был жив и лицемерен. И вот как раз казалось, в преддверии саммита, казалось, что вот эта аргументация, она как-то, американцы начинают избегать ее, повторять. Вот мне, например, очень нравились нарративы генерального секретаря НАТО Столтенбаума. Он был очень честен в этом вопросе. Кстати, он единственный, может быть, кто до конца понимал на Западе вот то, что делает сейчас Украина. Он еще где-то в ноябре прошлого года сказал замечательную фразу в ответ на упреки некоторых союзников, а не слишком ли много денег мы тратим на поддержку Украины. Он сказал, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если они не устоят, и Путин преиспелит, нам придется платить эту цену. Он это прекрасно понимал. Поэтому вот когда он был в Киеве, он говорил достаточно откровенно. Но не скрывал, не прятался за этой лицемерной фальшивой формировкой о каких-то высоких политических условиях, до которых Украина еще не выполнила, и критериев, до которых она еще не дозрела. Он говорил честно, Украина будет принята в НАТО в первый день после победы. А пока, а до этого, мы будем, чтобы приблизить этот день, мы максимально будем реализовывать поставку вооружений, придав Украине вот этот статус такой же, как Израиль имеет относительно Соединенных Штатов. И эта формулировка вполне украинцев устраивала. Она была очень достойна и решала многие наши проблемы. Поэтому я понимаю шок Зеленского, когда он открыл по дороге в Вильнюс 11 июля уже подготовленный текст декларации НАТО и увидел там, что вот еще мы каждый год будем проверять, насколько Украина соответствует высоким демократическим критериям. И вот когда condition summit, тогда мы ее и примем. И он, конечно, взорвался, и он был абсолютно прав. Что мы теперь, мы узнали из ряда американских средств массовой информации, я процитирую дословно, что некоторые люди в американской делегации были взбешены этой реакции Зеленского. Я даже знаю этих людей, я прекрасно знаю этих людей. Мы видели одного этого человека. Мы видели господина Селивана на встрече там с общественностью, когда украинская журналистка задала ему вопрос. Ну, по существу вопрос о том, почему он каждый раз пытается тормозить передачу тех или иных вооружений Украине. Надо было видеть, с каким бешенством он смотрел на эту украинскую журналистку и слышать его ответ. А вы должны нам благодарить за то, что мы, за вооружение, которое мы предоставляем. Ну, вернемся к вопросу благодарить, немножко на нем, так сказать, задержимся. И давайте взглянем на то, что произошло за эти 500 дней и кто кого за что должен благодарить. Извините, я немножко, чуть отвлекаюсь. Я стараюсь еще следить за вашими вопросами, чтобы в течение своего стрима и отвечать на них. Так вот, давайте вспомним, какую войну начал Путин 24 февраля 22 года. Это было, он объявил мировую войну, он объявил войну Западу. Вы же помните его ультиматум в начале декабря к 30 странам НАТО. Собирайте монатки и убирайтесь вон. Убирайтесь вон, это значит, НАТО должно уйти с территории там 10 своих членов Восточной и Центральной Европы, которые, они были приняты в эту организацию за последние годы, за последние 20 лет. Он не скрывал своих планов, наиболее откровенно Путин высказался, вот, потом будущие историки запомнят эту дату. Это, по-моему, 9 февраля было, да. Во время встречи с Макроном на пресс-конференции после встречи с Макроном, вот там он высказал весь свой затаённый, заветный план победы в мировой войне над Западом. Он сказал, да, мы понимаем, он же не говорил про Украину, он прямо говорил про Запад. Мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем Западу, но у нас есть там, и далее он начал размахивать, какие-то аналогов нету, невероятные опасцы, ядерное оружие, у нас есть политическая воля, его применить и так далее. И снова он угрожал Западу, объявляя эту войну в Украине тогда формально, что каждый, кто посметь вмешаться из западных стран, они навлекут на своей территории катастрофы, которая не была в их там векотисячелетней истории. Ну, это прямое было угроза ядерной войны. И план был очень простой. В течение недели он проходит Украину как нож масла, забирает столицу, ставит там марионечное правительство во главе с негодяем, медичаком. И в ореоле этой победы размахивает ядерное и встает на границе у Балтии и Польши и повторяет вот эту свою знаменитую угрозу. Убирайтесь вон, собирайте монатки, убирайтесь вон. И, собственно, мы помним состояние Запада того времени, полуторагодичной давности. Я вот боюсь, да почти уверен, что тот вот Запад при этом сценарии поддался бы ядерному шантажу и не бы бы готов защищать не только Украину, но и страны Балтии, например. Вы же помните, вот как меня и всех нас раздражало перед началом войны в декабре, январе, чуть ли не ежедневные выступления дедушки Байдена. Вот у него была любимая фраза «Мы будем защищать каждый инч, every inch, каждый дюйм натовской территории. Ни в коем случае никогда не выступим». Ну, слушайте, ну это же было завалированный зеленый свет для войны за Украину. Он же подчеркнул, что он будет каждый инч натовской территории защищать. А вот не натовской территории я не берусь защищать инч, говорил как бы Байден Путина. То есть у Путина был вполне конкретный план Четвертой мировой войны. Почему я называю Четвертую? Потому что Третья мировая война это была холодная война, и он задумал Четвертую как попытку реванша над Западом за поражение Советского Союза в Третьей мировой войне. Это исторически ставит его вот в правильный контекст, в очевидную параллель с Гитлером, который задумал, развязал Вторую мировую войну, как реванш за поражение Германии в Первой мировой войне. Так вот, эту мировую войну он уже проиграл. Эту мировую войну Украина у него выиграла своей героической борьбой разгромом российских войск под Киевом, Суммой, Черниговом. Ну, там сумасшедшие еще кричат на экранах о том, что они там взорвут ядерными бомбами Великобритании и Устонский национальный парк Соединенных Штатов и так далее. Но все в Москве понимают, что вот эта мировая война, задуманная Путиным, она уже проиграна. И это сделано армией Украины. Вдумайтесь в это. НАТО 70 лет назад было создано с единственной целью защищать свободный мир Западную Европу о вторжении Орд с Востока под любыми знаменами, там, коммунистическими, как во времена Советского Союза, или рашистскими, как сейчас. Так вот, эту задачу выполнила не НАТО, эту задачу выполнила так называемую вторую армию в мире, превратив ее сначала по образному выражению. Кстати, надо отдать ему должное, первый эту формулу предложил госсекретарь Соединенных Штатов Блинкин, самый лучший друг в Вашингтоне. Он говорит, что вот вторая армия в мире, она превратилась, показалось, что она вторая армия в Украине. Но деградация российской армии не остановилась. на этом после известного мятежа Пригожина возникла другая формула, что бывшая вторая армия в мире, ставшая второй армией в Украине, теперь уже пришла в свою третью стадию. Она стала второй армией в России. Так вот, весь этот страшный Советский Союз России, ради которого создавалась НАТО, он был разгромлен в этой четвертой мировой войне Украины, которая спасла, Столтон оказался прав, сказал, что украинцы проливают кровь, иначе нам бы пришлось проливать. Эта война была выиграна Западом без единой беспролития единой капли западной крови. И сделала это все Украина. И после этого говорить, что мы тут какой-то величайший клуб, и вот Украина еще не дотягивает до каких-то наших высочайших стандартов, но это оскорбление. Это оскорбление, ну, прежде всего, десятков тысяч, к сожалению, цифры таковы, погибших украинских воинов. Естественно, что это было встречено таким образом в Украине. Ну, а реакция Соливана, она неудивительна. Один из выводов всех событий вокруг Венецкого самота, кроме тех очень позитивных и приятных выводов, которые я перечислил, такой же истины остается, что внутри руководства Соединенных Штатов есть два шека, Бернст и Соливан убежденные враги Украины. И они всегда характеризовались как пропутинская группировка, в отличие от проукраинской группировки Блинкена и Остина. Но вот их антиукраинская, да, вот Соливан просто бегал по вильнецким кабинетам не требуя оставить вот эти унизительные для Украины формулировки. А что касается Бернса, это вообще это фантастическая какая-то история, фантастическая, скандальнейшая публикация в журнале Нинсвик от седьмого или восьмого я уже не точно помню июля, она как-то немножко пока не вышла в центр американской политической жизни, ну из-за того, что был саммит, все высшие руководители Соединенных Штатов были в Европе, но вот сейчас во всяком случае друзья Украины здесь в Вашингтоне уверяю вас, мы сделаем все для того, чтобы по поводу этой статьи и по поводу поведения Бернса в целом были проведены слушания в американском сенате или палате представителей и это с удовольствием сделают наши республиканские друзья, те, которые определились в стратегию своей, предвыборную стратегию своей партии как критика Байдена за недостаточную поддержку Украине. Но вернемся и на некоторых ресурсах я уже рассказывал об этой я называю вот впервые может сейчас я предложу такой термин Бернсгейт по существу разворачивается в Вашингтоне и мы должны сделать все чтобы его подогреть так называемая Бернсгейт и так статья в Ньюсвик от 8 июля она сообщает нам вещь которую ну мы известно было нам что буквально за 2-3 дня до начала войны где-то так 21-22 февраля прошлого года в Москве с визитом побывал директор ЦРУ Бернс он там вел переговоры которые закончились его беседой с Путином для точности я скажу что Путин демонстрировал свое величие из Сочи на встречу с Бернсом не приехал но он разговаривал с ним по телефону то же о чем он предварительно договорился в Кремле было подтверждено в личном разговоре Путина и Бернса так вот оказывается нам этот Ньюсвик сообщает что был заключен некий пакт некая договоренность между Путиным и Бернсом причем договоренность не зафиксированная нигде на бумаге нет такой договоренности ее нельзя пощупать на компьютере набить пересылать куда-то договоренность как автор статьи говорит а бумага им не понадобилась они как бы поняли друг друга краешком сознания разговором они поняли друг друга о чем они договорились так о чем они договорились Бернс обещал Кремлю посвящен лично Путину определенную степень безнаказанности российской агрессии в Украине он заверил что Америка сделает все возможное для того чтобы Украина не наносила ударов по российской территории а что обещал Путин а Путин не обещал как всегда там у меня я подробности можно прочесть в моей статье она опубликована на Каспаровру и на многих украинских медиа в том числе на украинском языке там на английском приведено то что обещал Путин очень интересно между прочим может быть на встречу с Бердсом ему и пришло в голову вот этот термин специальный военный операт он так обещал что не волнуйтесь это будет limited limited attack ограниченное продвижение и это будет скорее специальная операция по безопасности чем военная вот ну этого одного достаточно для характеристки Бердса ну я не буду приводить никаких эпитетов мои зрители слушали сами это сделать но после что он подтолкнул это зеленый опять же так же как разговоры Байдена что мы будем тут как как каждый инч защищать придавали уверенность американцам что украинские инчи никто защищать не будет так же как а тут еще дальше еще радость-то какая и кажется и сами не будут защищать и украинцам позволят защищаться только связанными за спиной руками только запрещая им наносить удары по украинской территории теперь что это за статья это не какая-нибудь разоблачительная статья знаете вот такой жанр есть американской разоблачительной журналистки вот такой полусумасшедший Херш все время в этом жанре выступает приписывая американскому империализму всевозможные любые преступления вот и оказывается серный поток американцев взорвали нет эта статья хвалебная статья я думаю она скорее заказанная заказанная ЦРУ статьи значит основной месседж статьи и там автор ссылается на 5 или 6 источников ответственных офицеров ЦРУ помощников сотрудников Бернса это речь идет о мудром о мудром директоре ЦРУ который сделал все чтобы предотвратить эскалацию войну избежать третьей мировой войны и вот он замечательную работу проводит и он выполняет свои обязательства которые он дал Путину он все время бегает и заставляет украинцев не ударять по-российски а в эти вот безответственные украинцы они все время наносят какие-то удары и Бернс бегает и спрашивает их и допрашивает это вы ударили по серенному потоку это вы вы ударили по куполу как же вы можете вести себя так безответственно вот о чем эта статья возникает масса просто громадное количество вопросов вот я перечислю вопросы я вот их предложил моим республиканским друзьям здесь какие вопросы нужно задать Бернсу на слушаниях в Конгрессе кстати первое первое с чего я хочу начать ну возникает впечатление что от кого от чего имени заключить это это понимание эта сделка была заключена американским правительством или лично гражданином Бернсом потому что вот и я вот вы можете найти это ссылка в видео на выступление Блинкена как раз по поводу удара по Кремлю Блинкен специально организовал такую пресс-конференцию подчеркнуть свою точку зрения он пригласил Дэвида Игнатьюса ведущего колумбиниста вошем вопрос и тот ему задал вопрос вот одна гипотезь что это ударили украинцы вот как вы считаете Соединенные Штаты против ударов украинцам по территории Российской Федерации Блинкен очень четко с расстановкой с нажимом на своем прекрасном английском языке ответил что это полное право украинцев использовать любое находящееся в их распоряжении оружие я специально подчеркнул слово любое Блинкен выделил это слово любое потому что он имел ввиду и в том числе и американское в том числе которое мы передали потому что есть такое слабое облегченное условие Бернса ну украинцы как бы могут своим оружием но не могут американским так вот Блинкен любое находящееся в их распоряжении оружие для отпора агрессора и освобождения оккупированных территорий в том числе и находя нанося удары по его территории по базам скопления войск военным объектам и так далее это полностью противоречит той позиции которая активно агрессивно отстаивает отстаивает Бернс это первое так вот три пожалуй вопроса я бы предложил республиканским сенаторам задать первый существует ли договоренность между правительствами Соединенных Штатов и Российской Федерацией о запрете украинцам наносить удары по российской территории если существует то почему о ней не было до сих пор известно ни американского конгресса ни американского народа и нельзя ли от господина Бернсу узнать подробности кто ему дал authority кто ему дал полномочия заключения с Путиным такого соглашения второе если не существует то на каком основании самозванец Бернс оказывает такое давление на украинскую сторону требуя требуя не наносить удары по российской территории ну и как вывод из всех из того или иного любого ответа на эти вопросы не содержатся в действии господина Бернса признаки государственной измены но Бернс не ограничивает свою антиукраинскую деятельность вот навязываем такого на мой взгляд после опровержения Бринка не существующего высосанного им из пальца соглашения о запрете наносения ударов по российской территории вообще что бросается в глаза невероятная непропорциональная активность директора это серьезная должность но она вовсе не предполагает такого масштаба действий в отношении во время войны с Украиной и каких-то договоров с Путиным громадной инициативы достижения так называемого мирного соглашения это все не при для этого существует госдепартамент для этого существует аппарат советника по национальной безопасности функции центрального разведка управления скромнее собирать информацию о войне о российской стороне доносить информацию до лица принимающих решений но Бернс просто разбил за эти 500 дней бешеную активность он основное лицо Соединенных Штатов действующих и вот последний это первая лживая чудовищная провокация Бернса это договоренность с Путиным от имени Соединенных Штатов об ограничении ударов по российской территории а вторая но она протекала буквально на наших глазах визит Бернса в Киев это по-моему если не ошибаюсь где-то середина середина июня 15 17 число визит сопровождался статей заказанной конечно людьми того же Бернса в Вашингтон пост статья была следующего содержания вот украинцы там сидят они у себя в Киеве и вот они придумали какой-то план у них есть мира вот когда они подойдут своими артиллерийскими снарядами поближе к Крыму и смогут наносить удары собственно по крымской территории они выступят с мирной инициативой они пробуют с русскими договориться о каком-то компромиссе о перемирии о прекращении огня а потом будут говорить какие территории ну в частности Крым видимо останется в любом случае в руках России вот о таком мирном плане и вот они пригласили Бернса посоветоваться и вот он поехал так ничего подобного никакого плана украинцы предательского не предлагали позиции это было опровергнуто и во время визита Берна и недавно когда-то все всплыло наружу еще раз это было опровергнуто Зеленским и Зеленский сказал такую значительную знаменитую фразу произнес что если даже одна деревня украинская останется в руках русских и там будет несколько стариков не успевших ее покинуть мы будем бороться за эту деревню мы никогда не пойдем на мир с русским пока наша деревня не будет возвращена это вам о том что какие-то украинцы придумали это просто стопроцентная ложь на которую не хватит недостаточно вообще его безумно активной деятельности ну у меня всегда не было никаких иллюзий о Бернце я прекрасно помнил как он приехал послом в Россию в 2005 году когда Путин потребовал брать Александра Версбург замечательный был посол еще при президенте Буша сыне но Версбург чрезвычайно раздражал Путина своими контактами с российскими общественными группами с оппозицией своим высказанием по поводу ситуации с правом человека со свободой печати в России и Путин категорически потребовал прислать более такого мягкого более пастеринного посла и прислали Бернса и Бернс из кожи лез вон чтобы понравиться Путину оправдывал все что все что угодно это вот в Германии широкая была такая фракция политическая Путин Ферштейн понимающих Путина так это был Путин супер Ферштейн но я даже был удивлен буквально на днях в одной когда я обсуждал с кем-то вот эту проблему Бернса и мне напомнено мне показали книгу Бернса 19-го года 2019-го года он уже там давно был в дипломатической отставке он был президентом Корнеги кстати как президент Корнеги он поставил генерала Гру Тренина руководителем московского отделения Корнеги но это особая история это такая крепкая мужская дружба Тренина и и Бернса это вообще это ремейк это ремейк знаменитого фильма 90-х годов помните Мадам Баттерфляй о романе в Пекине французского дипломата со звездой китайской оперы которая оказалась во-первых мужчиной а во-вторых китайским разведчиком ну вот что-то что-то в таком духе так вот в этой книге 19-го года он резко критикует Бухарестский саммит где как известно ни Украина ни Грузия не получили даже вот этот путь к предварительному членству так он критикует его за что не за то что не дали ПДЧ а за то что вообще обсуждали тему за то что там написали вот эту пустую фразу что двери НАТО открыты в принципе всегда для любых новых членов и так далее это он считает ошибкой это спровоцировало Путина это подорвало конструктивные отношения с Путиным то есть и человек настолько убежден это он говорит в 19-м году уже после того как Путин развязал войну с Грузией сразу же после этого отказа захватив две провинции аннексировал Крым он ну тут комментарии никаких это просто что ему тренин его любимый диктует то и он произносит и этого человека с такими взглядами взяли на очень ответственный пост в администрацию Байдена ну мы знаем что в администрации Байдена есть про украинская группа есть про путинская но если Соливан у меня ни одного доброго слова Павлиса Соливана я сказать не могу это фанатик это фанатик вот такой концепции реал политик равновесие сил вот нам нужно ни в коем случае не подорвать путинский режим чтобы он мог проиграть в балансе сил там предстоят китайский фанатик вот таких глупых установок а этот этот Бернс намного хуже это просто человек с пеной у рта отстаивающий пропутинские пропутинские позиции ну что ж вот значит один из неприятных выводов из из событий последних недель это то что несмотря на то что общий курс администрации Байдена это равнодействующий вот условно Блинкина и Остина с одной стороны и условно Бернса Соливана с другой он зафиксирован как положительный ряд целых решений принципиальных в пользу Украины но Бернс и Соливан никуда не исчезнут из администрации Байдена и мы убедились в том что это не какие-то частные их ошибки это сознательная жесткая антиукраинская линия особенно в том что касается Бернса она будет продолжаться то есть продолжаться будет та же картина да вот слушайте все решения принимались в нашу пользу и там поставка начиналась борьба про Джавелина кричали нельзя Джавелина это страшно спровоцирует Путина потом тоже повторялось с Гаубрицами Хаймерсами Петриотс Эбрамсами кассетными борьбовками Этакасами Ф-16 ну все табуы эти сняты но одно дело снять политический табу а другое дело практическая поставка этих все время ведь можно дьявол в деталях можно затягивать дату уменьшать количество и вот все это Бернс и Соливан обязательно будут делать из этого из этого из этого надо исходить я вижу тут две возможности ну понимаете тональность заявлений украинского военно-политического руководства она меняется она становится более жесткой откровенной и это не только вот этот крик души возмущенный Зеленского в каждом своем интервью генерал за ужином говорит о своем бешенстве бешенстве он не скрывает его когда он читает потоки статей вот особенно в леволиберальной американской прессе вот стандартный нарративчик вот вы знаете наступление Украины оно как-то развивается не очень успешно не так как мы ожидали и вообще вряд ли Украина кажется жертвой агрессии они молодцы но они же не смогут победить русских они же не смогут победить русских поэтому давайте неизбежно где-то к осени к зиме возникнет такая патовая ситуация возможно на западе не исключено усталость Украины и вот не учили думать о каких-то переговорах о каком-то территориальном компромиссе и так далее но зауженный кричит просто а вы смотрели кто-нибудь из вас читал свои военные доктрины которых написано когда вы меня упрекаете шемельно разбивается наступление которых написано что оперативное или стратегическое наступление оно возможно только при господстве воздуха те же самые кто говорит что Украина трудно будет достигнуть те самые люди которые блокируют поставку тех самых вооружений которые позволили Украине достигнуть победы еще раз напомню Украина уже держала победы в двух войнах Путин развязывал три войны первая это война против всего запада заставить его отступить куда-то там на линию глубокого Европы я называю это на линию Батыя-Джугашвили это максимальное продвижение Ууса-Джучи на запад в 1245 году Батыя и в 1945 Джугашвили так вот Путин хотел туда же продвинуться еще в 2023 это сорвано героизм украинской армии и задача покорения Украины задача захвата Куева это вторая война она тоже проиграна Путиным он признал на своей встрече с этими легендарными корреспондентами что на Киев мы не пойдем ну не потому что он не хочет пойти на Киев а потому что понимает что этого же никогда он не смог он ведет отчаянно свою третью последнюю войну за за так называемую почетную ничью зацепиться за какой-то кусочек украинской территории и и продать эту почетную ничью своему пипу и тем самым сохранить свою власть и против этого выступает все большее число людей в России я имею в виду прежде всего во власти у нас не останется подробно времени на это обсудить но одну вещь я должен сказать обязательно много есть теорий о Пригожинском мятеже у меня есть своя я ее залагал подробно но есть вещь бесспорная которая разделяется всеми громадное ослабление власти личной власти Путина но это это аксиома российское государство это бандитское сообщество организованное преступное сообщество власть пахана она держится не на электоральных каких-то процедурах кого там волнует как Путин оформляет эти эффективные выборы а на абсолютном подчинении пахану всех участников банды если кто-то из них бросает вызов и вызов это остается безнаказанным то власть пахана просто автоматически подрывается что и происходит между прочим на деле с Путиным это же не только вызов пригожина это вызов тех военных и и главного управления генштаба и второго треть третье извините управление ФСБ военной контрразведки то есть тех военных организаций которые должны были во-первых предотвратить мятеж Пригожинский а когда он начался просто уничтожить ну мы же видели что Пригожин вытворял замминистра обороны и замминистра и зам руководителя разведки генерал Алексеев Невкуров сидя с ними на скамеечке вертел их как хотел вот это же не вызов Путина и и и вот новое заявление новое такое восстание Спартака как его называют да у этого человека генерал Попов у него были давно претензии к Шойгу и Герасиму да вообще создается не то что создается очевидно что Герасиму и Шойгу ну просто презирает и ненавидит вся армия но он бы не выскочил с таким вызовом профессионально дисциплинирный военный если перед ним не стоял пример Пригожина и такого праздника непременовения всех силовых структур наступившего за вызовом Пригожина это поняли и в Америке между прочим и поняли лучше чем мы почему потому что как мы убедились в этом как раз перед началом войны когда американская разведка разведка она не очень блещет своими аналитическими возможностями но мы же помним что именно как раз прогноз американской разведки что Киев пойдет в 7 дней но технически у нее блестяще они подслушивают бункер и они изучали очень много точных вещей как раз перед началом войны даже возникло некое напряжение между Киевом и Вашингтоном так вот они слушают бункер они лучше знают как резко упала власть Путина давайте посмотрим а кстати о Бернсе неутомимый Бернс вот везде где пахнет предательством ищите обязательно Бернса так было так было и 24 июня во время мятежа когда конечно Бернс звонил звонил Нарышнику и как бы дружелюбно помахивая хвостиком уверял того что мы тут ни при чем мы никого отношения не имеем мы никакого режим чейндж никакого вмешательства ну он был настолько дружелюбен что Нарышкин недавно заявил что они там с ним полтора часа обсуждали что я им делал с Украиной ну Нарышкину соврать ничего не стоит конечно но вообще-то такие оскорбления по адресу руководителя они бы как-то какие-то комментарии по их поводу хотелось бы слушать но неважно так вот это было 24-го а уже 26-го дедушка Байден осмелел такой степени что с большим удовольствием очень громко говорил Путин абсолютно абсолютно викинг абсолютно ослаблен ослаблен этими событиями и сразу же после его реакции последовал наконец прорыв и по и по решению передавать атакам и по решению передавать кассетные боеприпасы вот это я вообще даже сомневался потому что здесь было очень сильное сопротивление так называемых правозащитников внутри Соединенных Штатов и так далее но я просто говорю о том что насколько это ослабление Путина было проточено ну а что а 5 или 6 таких кривых которых президент вонзил в спину и куда-то еще ниже спины Путина это тоже результат понимания ослабления ослабления позиций Путина вот между прочим ведь не секрет мы во время последних выборов в Турции ну мы болели конечно за соперника Эрдогана почему потому что мы ожидали что если он придет к власти то он сделает там первое второе третье четвертое пятое так вот Эрдоган как раз за один день вот во время визита Зеленского в Турцию сделал как раз то первое второе третье четвертое пятое которое мы ожидали от его соперника и возвращения азовцев и предоставления оружия Украине и и наконец самый болезненный Эрдоган кровавый который мы вот развитие его мы увидим 17 числа но если русские отказались от зерна монотых дело а украинское зерно мы будем продолжать транспортировать в голодающие африканские страны как транспортировать ну естественно как с помощью турецкого военно-морского флота и последнее заявление вот я бы отнес еще в категорию блеск саммита последнее заключительное заявление президента Байдена уже в Хельсинки он там впервые использовал такие формулировки сказал Путин окончательно окончательно бесповоротно проиграл войну а второе не менее важное вот я вам говорил все последние два года на каждом стриме я говорил что Путин ни в коем случае не применит ядерное оружие он это просто пугает это шантаж чтобы вырвать политические уступки с запада предотвратить поставки вооружения и так далее ну не все мне верили а вот наверное придется сейчас всем поверить дедушку Байдена вот и он пришел наконец к твердому выводу что никогда никакого ядерного оружия Путин не не смелится применить ну а более откровенно мне говорили собеседники здесь в Вашингтоне ну слушайте если Путин не может не может убить Пригожина отдать приказ убить Пригожина потому что он знает что этот приказ не будет выбирать как он отдаст приказ нанести ядерный удар это очень верное соображение теоретически отдать такой приказ может только абсолютно диктатор который уверен в абсолютном подчинении всех его всего его аппарата всех его военнослужащих ну а кроме того когда все эти военнослужащие уверены внеизблемости позиции этого диктатора ну тоже относятся кстати мне приходилось отвечать на вопрос четвертого очень часто назначен же был взрыв взрыв запорожской интересно вносить я так же твердо отвечаю что нет ни в коем случае ну потому что ну предположим там конечно были взрывные материалы для того чтобы попугать как следует какие-то люди которые возможно могли взорвать но если Путин приказал они бы 10 раз подумали а кто такой Путин которого приказом никто не подчиняется завтра может его арестуют а меня потом повесят как военного преступника за атомную катастрофу я вам скажу что тот Путин который взорвал Кокловскую гвязь и сегодняшний Путин это разные люди сегодняшний Путин уже не смог бы отдать приказ взорвать Кокловскую гвязь этот приказ никто бы не выполнил вот такие изменения произошли в российской власти и собственно понимаете вот я не знаю как Бернс Бернс и и Селиван как они будут продолжать они будут продолжать они убежденные люди вот эту линию саботирования помощи Украины будет максимально оттягивать передачу самолетов пытаться сократить количество этаксов которые вот чем они обосновывают вот до недавнего времени они обосновывали одним основной аргумент у них был такой что нам нельзя нельзя добиваться падения путинского режима полное абсолютное поражение нанесенное Украиной потому что это выпает очень важный элемент тогда остатки России они окажутся в распоряжении Китая или вообще Россия заключит блок с Китаем а нам Россия нужна как предваритель с Китаем и так далее и это первое и второе ну что вы Путин использует использует ядерное оружие но оба эти аргумента пали ядерное оружие он не использует а вот этот аргумент давайте сохранять Путина чтобы он когда-то перешел на нашу сторону так как вы можете сохранять Путина если он не сегодня завтра его сметет оппозиции нарастающая оппозиция внутри России и не оппозиция таких убежденных западников противников войны а оппозиция таких же негодяев как и он таких же военных преступников на которые поняли что война проиграна и каким-то образом из нее из нее нужно выходить ну хочется вот этот баланс позитива и огорчения и раздражения по поводу вот этого деятельности людей повторяющих оскорбительные для украинцев тезис о том что она должна каким-то их критерием удовлетворять закончить на позитивной ноте а позитивная нота знаете в чем а вот 20 стран минимум 20 я осторожную цифру говорю некоторые подсчитывают 24 ну 20 достаточно 20 стран членов нато выступало за немедленный прием украины в нато то есть народы правительства 20 стран были готовы сегодня послать солдат в украине которые бы там сражались умирали вместе с нашими воинами потому что они прекрасно понимают что сражение идет не только за свободу украины но за за свободу всего западного свободного мира это это прекрасная новость это показывает что при всех возможностях вот этой целенаправленной антиукраинской группы внутри американской администрации мы ее преодолеем и совместными усилиями наших сторонников внутри администрации и более широким двухпартийным проукраинским блоком республиканцев и демократов в конгрессе и вот той симпатии громадной во всем мире к Украине которая выражается ну в удивительном если хотите фактах что 20 стран НАТО готовы сегодня послать войска для того чтобы сражаться вместе с Украиной ну вот по-моему все основные что я хотел сказал несколько секунд дайте мне пробежать по вопросам вот я что-то пропустил скажите если бы Украина была принята 10 ноября в НАТО как бы Раш реагировала на это закончилась бы война и как скоро война очень быстро закончилась бы разгромом России никакого ядерного оружия они не применили бы прокомментируйте да замечательно я уже об этом говорил именно это интервью я Игорь Заужный в бешенстве что его заставили сражаться с превосходящим врагом связанными за спиной руками Вин прави на думку украинцев правильно конечно каждый украинец думает так же как Заужный скажите пожалуйста на кого работает Бернс и Савин да вот кстати это это ключ то что предлагает Нэти Гетц это ключ к давлению на байерскую инвентурую ведь он с такими советниками никогда не станет президентом сейчас снова вот именно вот то над чем мы работаем сейчас это требование республиканцев открыть открыть слушный в Сенате как раз подняв вот те факты об очевидной заинтересованности Бернса в проведении путинской политики и именно опасаясь за свои кандидатуру президентства Байден будет вынужден убрать Бернса несмотря на то что ну почему он держит Бернса и Саллимена ну любая администрация американская это некая коалиция у него есть очень большое левое крыло в демократической партии такое обамовское крыло вот если взять обамовскую администрацию там она тоже была коалиция и Байден там был как бы наиболее антироссийский проукраинский в той коалиции а Саллимана и Обама и Бернса это обамовские закладки в этой коалиции вот от Бернса можно избавиться я вижу это прямой путь слишком они засветились этой его миссией статьей о его героической миссии в Москве за две дни до войны надо это очень просто поставить перед Байденом вопрос именно в такой плоскости или он убирает Бернса и ему нечего и думать о президентстве его просто размажут по стенке республиканцы как сотрудничество с российским агентом вот так последнее заявление зауженного по Кремль это это политическое заявление но это политическое заявление не внутри Украины собственно с кем он в Украине ему нужно полинизировать это точка зрения если хотите и Зеленского и Порошенко и Заужиного и кого угодно это политическое заявление на мировой арене политическое заявление Соединенным Штатом вот тут какая тонкость ну чисто по дипломатическим протоколам ну и по состоянию дел мы же не можем дедушке Байден диктовать состав его администрации мы не можем ему говорить убирай вон этого Байдена и Селивана это будут говорить ему республиканцы в ближайшее время этому я вас уверяю но мы можем объективно выражать свою позицию по некоторым акциям этих господ почему не пригожий не согласовал действия с Ковальчиком почему пригожий был кинут в последний момент перед Москвой а я не уверен что Пригожин не согласовал свои действия с Ковальчуком более того считаю что Ковальчук инициировал его действия они же очень честно общались в воскресенье уже после как бы компромиссия с Путиным когда Пригожин сначала был объявлен предателем изменником потом его как бы выслали в Белоруссию но он никогда не уехал все воскресенье он уезжал между Питером и Москвой в Питере несколько часов провел с Ковальчиком а почему Ковальчику и тем людям которые стояли занимают ключевые роли в так называемой это я ее называю партией почетной капитуляции им не нужна была взятие Москвы им не нужно было приходить к власти через по трупам там личной охраны Путина которая вырывалась бы сражалась бы с Пригожинцами в Кремле нет они планируют прийти в власти законным совершенно образом по указам принятым исполняющим обязанности президентом Мишустином а Пригожин с точки зрения Ковальчука блестяще выполнил свою операцию возвращаемся к началу нашей передачи колоссальное падение власти Путина его авторитета внутри армии внутри общества на мировой арене и перед самим собой вот чего нужно было Ковальчуку привести Путина в такое состояние в котором он прислушается прислушается к преследующим каком-то непонятном явлении к доброму совету старшего товарища Ковальчука на котором он вообще привык немножко смотреть снизу сверху я имею вверх Юлия вот знаете тут товарищ прислал санитарный самолет через полчаса объявят по телевизору что товарищ Путин допустил к сожалению ряд серьезных ошибок украинского вопроса здоровье ухудшилось он улетел улетел на длительное лечение Китая так что с точки зрения Ковальчука операция Пригожина прошла блестяще ну вот пожалуй пожалуй все на сегодня спасибо я думаю что следующие события будут развиваться достаточно быстро и у нас будет достаточно интересных тем для обсуждения и через неделю до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания